Аллилуйя, дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Да, имя Иисуса выше всякого имени, нету имени выше, потому что так сказал сам Бог. Бог превознес имя Иисуса Христа выше, 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 всякого имени. И это имя, которое не только котируется в духовном мире, оно котируется на небесах, на земле, в преисподней. Это имя, которому никто не может противостоять. Поэтому проповедуйте это имя, славьте это имя, наслаждайтесь этим именем, потому что в этом имени все, кто призовет имя Господне, спасется. А если ты призовешь не имя Господне, ты не спасешься. Итак, прежде чем я буду проповедовать, я хочу ответить на чьи-то вопросы. Это то, что мне сказал Бог. Сто процентов. Почему во многих церквях сегодня нету Бога? Насущный вопрос? Хороший вопрос? Или неправильный вопрос? Это правильный вопрос, и во многих церквях нету Бога. Во многих церквях, где верят в Троицу, верят в Иисуса Христа, почему-то нету славы Божьей, почему-то нету реальности Божьей, почему-то все делает человек, и там нету прикосновения Божьего. Если есть, в очень маленьких количествах. Почему? Вопрос есть вопрос. Если на него не получить ответ, он будет мучить человека, он будет истощать человека, забирать у него силы, энергию и витамины. Почему во многих церквях сегодня нету Бога? Я вам скажу правду. Это касается абсолютно всех. Грех – это единственная причина, почему Бог послал на землю своего Сына Иисуса Христа. Не было другой причины. Причина – ты грешная душа, ты грешный человек, ты грешник. Я и ты, мы были грешниками, и поэтому Бог послал Своего Сына, чтобы нас спасти от грехов и избавить. Потому что грех разделил нас с Богом не на 20 лет, навсегда. И чтобы это исправить, был только один вариант. Это Иисус Христос, который был заклан на кресте Голгофы и воскрес на третий день. И Он победил смерть, победил грех. Бог отдал Своего Сына. Грех – это стена между человеком и Богом. Многие верующие общаются с Богом за стенкой. А это говорит, что, как в Библии, Римлянам 3.23, все согрешили и лишены славы Божьей. То есть все как будто бы сделали преступление, их арестовали и посадили в тюрьму. Все. Человек в тюрьме. Без славы Божьей. Он находится в тюрьме. Неважно, сколько у него денег. Неважно, сколько у него образования. Он в тюрьме. Он тюремщик. Он духовный тюремщик. Может, физически так не выглядит. Но он вообще закрыт от Бога. Стенами, стенами, замками, решетками. Грех лишает человека свободы, порабощая его. Многие сегодня молятся, Бог, приди. Многие молятся, но Бог не приходит. А почему? Нет платформы, куда бы он пришел. 1 Петра 1.15. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Не в собрании только, когда вы кричите, Бог, приди. Во всех поступках. С понедельника по субботу. А воскресенье мы не трогаем, потому что все одевают святую униформу. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Ты зовешь Бога на территорию, куда он не пойдет никогда. Грех. Это главная причина, почему Бог уходит. Грех. Я говорю, грех. Ты спрашиваешь, почему? Время не то. Время Лады Кийской Церкви. Грех, я тебе говорю. Грех. Желание Бога. Приходить на святое место, так как он свят. Желание дьявола. Это страшное желание. Это страшнейшее желание. Узаконить грех. Если ты делаешь сознательный грех. Мне все равно, кто сейчас слушает. Верующий или неверующий. Я говорю, если ты делаешь сознательный грех. То никогда не оправдывай его. Это минимум. Это то, что должно быть внутри тебя. Не оправдывай его. Почему люди сегодня, делая грех, начинают его защищать? Потому что это не они делают. Это делает дьявол через них. Называй черное черным. Белое белым. Если ты делаешь грех. Так и говори. Я делаю грех. Нет. Сегодня многое сегодня можно. Свобода пришла. Свобода слова пришла. Полностью все пришло сегодня. Свободное. И Бог ушел. О, нам сегодня все можно. Мы не лохи. Мы свободные верующие. Вот поэтому у тебя и нету Бога. Ты освободен даже от Него. Вот ты какой свободы добился. И ты говоришь, Бог приди. А если Он придет, что-то произойдет с тобой. Может быть, ты выживешь. Скорее всего, нет. Скорее, на носилках унесут тебя. Потому что ты вообще, у тебя нету Его природы. У тебя нету. Твоя любовь к Богу выражается твоей ненавистью ко греху. Это равносильно. Если ты лоялен ко греху, лоялен к мирскому. Библия говорит, то дружба с миром есть вражда против Бога. Вражда. И верующие реально враги Богу говорят, Бог приди. Где разум, братья и сестры? Аминь. Это было пророческое слово тем, кто спрашивает. Может быть, не ко всем. К остальным, кто в святости живут. Продолжайте. Потому что в Библии написано, святой что делает? Да освящается еще. А что делает грешник? Пусть грешит. Пока он не нагрешится. Пока он не окажется у свиного корыта. И он поймет, что он вообще не с Богом. Вот нам нужно. Нам нужно снять очки розовые. Нам нужно посмотреть реальность. Потому что Бог святой. Он не будет иметь дело с грехом. Он не будет с компромиссными людьми иметь дело. У него есть самоуважение. И если ты лоялен к греху, Бог, имея к самому себе уважение, не будет с тобой иметь дело. И с такими церквями. И потом, в вечности, многие услышат, отойдите от меня. Я еще хочу сказать. Если ты простой верующий, живешь, просто веря в Бога, но не исполняешь волю Божию, ты не войдешь в Царство Небесное. Матфея 7,7 говорится. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи. А Иисус скажет. Он скажет им. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Мы уже не живем на этой земле. Бог через нас живет на этой земле. Означает его воля. Ад хочет выйти на землю. Он не может просто выйти на землю. Может нужны люди, через которых он будет проявляться на земле. Божье Царство хочет реализоваться на этой земле. Миллиарды людей, тысячи лет. Две тысячи лет молятся молитвы Отче наш, где говорится, да придет Царство Твое. Почему мы так его и не видим до сих пор? Если видим, то в маленьких количествах, и где-то, где-то там. Почему не повсеместно? Потому что нет для нас ценности, в исполнении воли Отца. Мы свою волю исполняем. И мы Богу говорим, Бог исполни наше желание. Все, аминь. Перехожу к теме. В воскресной теме. Хорошей, позитивной, назидающей теме. Награда веры. Как у веры, так и у неверия есть результаты, есть последствия. Последствия. То есть награда веры. Это жизнь. Это жизнь. Никакой смерти. Это жизнь. Мир. У тебя нету стресса. У тебя нету давления такого. Оно было на тебя оказано, да. Да, ты переживал. Да, возможно, ты столкнулся с трудностями. Но ты в победе. Ты веришь в Бога. Это означает, ты соединен. Ты как будто проводами включен в сеть. Тебе все нипочем. Пока ты в сети, все лампы будут гореть. Все будет работать. Пока есть электричество. Пока ты веришь Богу. Пока ты уверен в невидимом. Ты в порядке. Награда веры. Это радость. Это радость, которую тебе нужно иметь в жизни. Иначе, я говорю, что если у тебя не будет радости с Богом, ты ее будешь искать на стороне. А это измена, братья и сестры. Представь. Ты веришь Богу. И видишь ответ на молитву. Ты веришь Богу. И Он дает тебе крепость. Он дает тебе силу. Почему? Ты угоден Ему. Евреям 11.6 говорится. А без веры угодить Богу невозможно. Если у тебя нету веры, если ты не подключен к Нему, если у тебя никакие провода к небу не ведут духовные, это означает, что ты не подключен. Ты не угоден. То есть ты не с Ним. Ты не с Ним. Значит, ты Его и не поймешь никогда. Ты никогда не будешь с Ним. Ты всегда будешь ходить вокруг да около и все как бы Бога называть в третьем лице. Ты родным-то Его никогда не назовешь. Он для тебя будет далеким. Когда блудный сын пришел домой, Он как назвал? Он же не сказал господин. Он сказал, отец, отец. В первом лице, прямо самое близкое, отец. Отец. Бог и хочет стать нашим отцом. Он хочет стать отцом каждого человека, рожденного на земле. Хотят ли это люди? Не хотят. То есть хотят некоторые. Смотрите, награда веры. Награда веры. У веры есть награда. Верую, евреям 11.5. Енох переселен был так, что не видел смерти. Кто боится смерти из верующих? Вам нужно верить. И вы никогда не увидите смерти. Это обещает нам Слово Божье. Потому что мы перешли от смерти куда? В жизнь вечную. Все. Мы перешли. Мы не перейдем. Мы перешли. Веру, енох переселен был так, что не видел смерти. Боже, где смерть? Он раз и оказался с Богом на небесах. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство. Ему выдали свидетельство, что он угодил Богу. Слушайте, а какая награда еще нужна на земле? Какая награда? Бывает так, что верующим нужно все, кроме Бога. Послушайте свои молитвы. Послушайте молитвы, не меняйте их. Когда вы включите диктофон, положите на стол в своей комнате, в тайной, или где вы молитесь. И просто запишите свои молитвы искренно, сознательно, в этот момент. Ничего не меняйте. Не изменяйте молитву, под диктофон записанную специально. Как есть молитвы. Может такое оказаться, что Бога там в нуждах, в твоем списке. Знаете, список нужд у нас у всех есть. Мы все у Бога что-то просим. Здоровья, финансов, благополучия, прорыва, там, рост в карьере. Но, к сожалению, вдруг такое может оказаться, что ты перечислил все свои нужды, и Бога самого там не оказалось. Представь. И ты живешь такой жизнью, и ты куда-то стремишься. Я думаю, что есть смысл рвануть рычаг с топ-крана. Рвануть просто. И остановить свое движение. Пересмотреть. И знаете, в этот момент происходят такие покаяния, перемена в мышлении. Да, наше рождение свыше. Покаяние привело нас к рождению свыше. Нужно ли верующему еще каяться? Ну, конечно, нужно, потому что мышление-то надо менять. Представьте, человек уверовал в Бога, он покаялся, его имя записали на небесах, он живет мирской жизнью. Он живет, вообще идет не туда. Поэтому Давид и молился, Господи, зри, не на опасном ли я пути? Ты наставь меня на путь вечный. А кто так поклоняется сегодня, как Давид? Кто? Покажите мне. Кто так наслаждается Богом? Кто так зависит от Бога? Кого так сильно ломает прям без Бога? Ломает прям. Вот как наркомана ломает без наркотика, так Давида ломало без Бога. Покажите мне. А он говорит, Бог, я постоянно с тобой, но я прошу, ты теперь посмотри. А вдруг я на опасном пути? Вдруг во мне поселилось какой-то червячок такой, нечистый, мысль какая-то. Вдруг я куда-то уже там ответвляюсь на сторону. Вера – это труд. А у всякого труда, как в притче написано, есть прибыток. Кроме пустословия там написано. У всякого труда есть прибыток. Когда ты веришь, никогда не говори. О, я верил, верил, верил Богу, ничего так и не произошло, ничего так и не получилось. Так ты не верил, ты надеялся. Есть разница большая. Есть вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Почему? Она будет в вечности. В вечности веры не будет, надежды не будет. Надеяться не на что. Ты на небе. На что тебе надеяться? Ты в самом лучшем месте, в самом лучшей жизни. Ты в сердце Бога. Ты в хвале, ты под полной защитой. А это никогда тебя не достанет больше. А любовь останется вечно. Поэтому любовь в христианстве – это самое большое. Это самый центр. Это соль. Соленая соль. Вот если христианство обозначит соленая соль, я скажу, это любовь в христианстве. Это знаете, как Иисус сказал, если соль потеряет силу. Вот если христианство потеряет любовь, любовь к Богу, любовь к ближнему, то какой смысл в таком христианстве? Какой? Вера, движимая любовью. Это самая мощная вера. Вера зависит напрямую от Бога. Она не зависит от твоих усилий. Послушай, ты думаешь, о, у меня не хватает усилий. Ну, как-то надо вот так вот прорваться, чтобы у меня была вера. Такая большая прям, какую ноха. Вера зависит напрямую от Бога, от того, насколько человек слышит голос Бога. Скажите, ну вот просто же, да? Просто говорится вот сейчас. Вот просто говорится, да? Насколько человек слышит голос Бога, настолько у него и будет вера. Все просто. Вера приходит от голоса Бога, а голос Божий звучит через откровение. Недостаточно просто прочитать Библию. Необходимо получить откровение свыше, от Духа Святого. Так как Слово Божье, это не просто информация, а руководство к действию. Представьте, человек открыл Библию просто для того, чтобы прочитать. Что если где спросят, читал Библию, а сказать, да, я читал Библию, все прочитал. Смотрите. Но это же наше руководство к действию. Это инструкция. Так как мы живем первый раз на земле, первый раз на земле и единственный раз на земле, то ты не знаешь, как правильно жить. Тебе нужно руководство. Поэтому Слово Божье говорит, как тебе жить, направляет тебя. Иоанна 10,4 И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим не идут, 5 стих, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Почему ты веришь в Бога? Я слышу его голос. Он разговаривает со мною. Авраам, почему ты поверил Богу? Ты где его нашел, где ты вычитал? Авраам, знаете, что сказал? Я слышал голос Бога. Авраам, встань и иди в землю, которую я тебе укажу. Вера не пришла к Аврааму, вот так вот, знаете, свалилась на него. Хоба! И Авраам остался отцом веры. И сразу детей у него появилось, как песок морской. И так далее. Бог поговорил с Авраамом. Результатом этого у Авраама появилась вера. Ты спрашиваешь, как бы мне иметь великую веру? Ну так дай Богу поговорить с тобою. Дай Богу поговорить с тобою. Ты не даешь Богу поговорить с тобой. Знаете, что многие люди не дают Богу то, что должны давать? Например, я скажу, что например, мы как верующие, как дети Божьи, должны давать уважение отцу нашему, Богу. Мы должны давать ему возможность почувствовать отцом в нашей жизни. У него нету комплекса. Знаете, что если мы не дали ему почувствовать и побыть отцом в нашей жизни, он такой, что же я за отец такой? У него нету проблем с самооценкой. Он нормальный отец, лучший из отцов. Но мы страдать будем от того, что мы не даем Богу побыть отцом в нашей жизни. Мы не даем Богу проявиться в нашей жизни и помочь нам, проконсультировать нас. Ведь мы же ищем ответы на свои вопросы везде, только не с ним. Я спрашиваю, где Авраам читал про Бога? Вот так, представьте, Бог поговорил с Авраамом, он же не явился ему, он просто поговорил. А мало ли это глюк был. А вдруг это что-то было, там, Авраам на солнце перегрелся, ему показалось, что с ним поговорили. Ведь он подорвал всю свою семью и вышел из цивилизации в пустыню. Сходите в пустыню. Если вы хоть раз пойдете в пустыню, вы ее будете обходить всю свою жизнь. Это зло на земле, это просто раскаленная плита. Сядьте на плиту или поставьте руку, вот вам будет пустыня. Овцы знают голос его, поэтому и идут. А чужой голос они не знают и поэтому не слушаются. Почему многие верующие так уверены? Почему они так стремятся за Богом? Почему? Потому что они для себя уже определили этот голос, на который я буду отзываться, а это голос чужой. Как бы он красиво не рассказывал, как бы он меня не звал, на какой дудочке бы он мне не играл. Овца не знают этого голоса. Овцы очень хорошо знают голос пастуха. Очень хорошо. Их не обмануть. И пусть мы будем такими верующими, которых нас невозможно обмануть. Дьявол может прийти, как ангел света и поговорить с тобой. Может назваться любым именем. если вдруг с тобой такое произойдет, что ты должен делать? Ты должен попросить его сделать одно действие. Прославь Иисуса Христа. Скажите, дьявол может прославить Иисуса? Никогда. Он из белого сразу превратится в черного. Он никогда не будет прославлять Иисуса Христа. Поэтому вдруг если вам явился ангел и скажет вот все христианство неправильно, я из тебя сделаю новую деноминацию, новую религию, слушай меня и записывай, а ты скажи так, кто ты, имя свое назови. И пойди проверь у Бога. Скажи, я сейчас Господу пойду во святое святых. Пойдем вместе, я Богу покажу тебя. Давай прославь Иисуса, давай вместе помолимся. Хочешь узнать верующего? Вот мы говорим, все верующие едины. ты возьми помолись с верующим. Это самая лучшая проверка на то, твоего ли он духа. Сегодня звучит так, многие верующие, но если ты хочешь узнать, брат твой он или нет, сестра она твоя во Христе или нет, помолись с ним, прославь Бога с ним. Все тебе будет понятно сразу. человек может следовать за Богом только если у него есть вера. Иисус сказал своим ученикам, когда он их набирал в команду, следуй за мною. Если бы у Петра не было веры, он бы не пошел за Иисусом. У него вообще-то была занятость, он был занятый человек. Представьте Матфей, Иисус говорит, следуй за мною. Если бы у него не было веры, если бы не было этого призвания в его жизни, он бы не смог оставить свой денежный ящик, сбор. Но мы видим, что ученики отозвались на призвание Иисуса. А ученики это простые люди, которых Бог набирает в себе, чтобы они помогали ему в служении. Церковь она не делает независимую от Бога работу. Она помощница. Так же как Бог создал Адама и сотворил ему помощницу. Так же Бог творит помощницу Сыну Своему. Церковь является помощницей. Она не является такой полностью как бы независимой от Бога. Итак, мы следуем за Богом только когда мы слышим Его голос. Никогда мы молимся, никогда мы читаем Библию, ведь многие читают и молятся, а внутри у них вопросы, на которые не приходят ответы. и это томит их, томит их, томит их. Все, что тебе нужно, это голос, голос, голос Бога. Проси, чтобы Бог говорил в твою жизнь и прислушивайся, потому что Он может так говорить, чтобы ты успокоиться мог. Потому что если ты живешь в шуме, в суете, в какой-то в гонке, Он будет тебе спокойно говорить. Зачем ему кричать с сыном? Нормально. И шум, который в твоей жизни находится, суета и так далее, они могут заглушать голос Божий. Заглушать или искажать его. Поэтому нам нужно иногда успокаиваться, чтобы слышать голос Божий. В тишине слушать голос Божий. Помолиться и ожидать. Помолиться и ожидать. Послушай, многие христиане сегодня не имеют терпения, а терпение это плод Святого Духа. И они хотят по вере получать с щелчка все. Но вера есть, уверенность невидимым и осуществление ожидаемого. Ожидаемого. А сколько ожидать? Вот здесь по-разному сроки. Могут разные быть сроки. В зависимости от какой нужды у тебя идет. Есть вещи, которые можно сразу получить. Есть вещи, которые развиваются. И как бы женщина не хотела получить сразу ребенка, через день, она его получила минимум через 9 месяцев. Есть в духовном мире тоже времена и сроки. Если ты молишься, ответ пришел сразу и пошел процесс. Поэтому, если ты веришь Бога, ты понимаешь духовные вещи, что Бог тебя готовит. смотрите, призывает Давида стать царем над Израилем. А он всего лишь юноша. Ему нужна подготовка. Ему нужна подготовка. И он начинает эти годы, больше 10 лет, он начинает готовиться к царю. Он начинает, чтобы быть царем, он начинает бегать от Саула. Он там, 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 все никак не сядет на престол. Все такое, царь на побегушках. Вроде бы царь, а на троне не сидит. Что же это за царь? Если ты царь, так покажи нам свой престол, покажи нам свой скипетр, слуг своих, золото свое покажи, власть свою покажи, народ свой покажи. Что ты говоришь, что ты царь? Нет. Давид отмахивался от этого всего. Он знал, что он царь. Он знал, он знал, что Бог готовит его. Есть процесс. Многие верующие соскакивают с процесса. Они хотят сразу прям впрыгнуть в служение мирового масштаба. А где процесс? А где подготовка? Кто даже из спортсменов, даже таких сильных, выносливых людей, кто сразу попадает на Олимпиаду? Кто? Да нет таких людей. Они готовятся специально, у них каждый день в голове Олимпиада, Олимпиада, Олимпиада. И они готовятся, готовятся, повышают свои нормативы. Так же и здесь. И потом приходит день. Ба! Ты на стадионе. И ты должен проявиться. Ты должен показать себя лучшим из лучших. Поэтому вообще бойся куда-то быстро шагать. Быстро во что-то. Если от Бога, то значит Бог в себя заложил основание. Потому что дом можно быстро построить. И он рухнет так же быстрее и еще быстрее рухнет, чем его построили. Если основание это слабое. Человек, который построил дом свой на крепком основании, является мудрым. Так как основание живое и вечное. Это камень Иисус Христос. Это то, на чем основываем мы свою жизнь. Кстати, это воля Отца Небесного, чтобы мы верили в пославшего Его. Тебе нужно трудиться. Надо трудиться. Надо трудиться. Над своей верой надо работать. Трудиться. Потому что мудрый строитель это тот, который копал, углубился и положил основание до камня. Он докопался до камня. Он трудился или он просто так взял и сказал откройся, дырка, яма, появись до фундамента, до камня. Нет. Лес спиливается, земля забирается, копается, пока скала появится. Это труд, но это придет вознаграждение за это. Придет расплата, как бы возмездие придет, благословение придет. А у неверия это вообще страшно. Ты будешь в смерти жить. Ты будешь жить постоянно в разочаровании, в тупиках, в гонках, в стрессе, в давлении. Везде подстава, везде ложь. А так, веруя в Бога, ты будешь везде видеть славу. Ты будешь ходить, будешь видеть Божьих ангелов, Божье царство. Ты даже на самого грешника посмотришь, скажешь, это в будущем мой брат в Иисусе Христе. Его даже Бог тебе даст увидеть Его в будущем. И ты сможешь дать Ему шанс. Будьте благословенны.